Всем привет! В эфире познавательная-получительная программа для тех, кому все интересно. Начнем мы с логической задачки. Давай. Внимание! Что не поместится даже в самую большую кастрюлю? Слон. Ну или кит. А если она больше слона и даже космического корабля и даже самой большой планеты? Ничего себе загадочка. Тогда не знаю. Крышка от этой кастрюли. Крышка всегда больше, чем сама кастрюля. Я почему вас об этом спросил? Чтобы зашифрованные анонсы вам теперь показались легкими. А, спасибо. Анонс-шифровка. Поддержал Коперника. Лошадь, крокодил, гусь и еж. Один в толпе. Итак, три анонса – это три зашифрованных сюжета. И несмотря на юный возраст, мы с ними легко справимся. Сто процентов. Первый анонс. Поддержал Коперника. Фамилию слышал. Правда, не помню где. Как? Как? Это же гениальный астроном. Жил он в далеком прошлом и предложил, как же она называется, гелиоцентрическую систему мира. Какую-какую? Гелиоцентрическую. Ты что, энциклопедии не читаешь? Гелиоцентрическая система мира. Это идея о том, что Солнце является центром мироздания и точкой, вокруг которой вращаются все планеты, в том числе и Земля. Данная система предполагает, что наша планета выполняет два вида движения. Поступательное – вокруг Солнца и вращательное – вокруг своей оси. Пока шла справка, я вспомнил, кто поддержал Коперника. И? Это Галилео Галилей. И все-таки она вертится! Эту крылатую фразу знают все школьники. Ее произнес ярчайший мыслитель, астроном, философ и физик Галилео Галилей. После того, как отрекся перед Инквизицией от своего убеждения в том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Отрекся, но в душе своего мнения не изменил. И вошел в историю как человек, который заложил основы механики, физики и астрономии. Родился Галилео в итальянском городке Пиза, в семье обедневших аристократов. Посещал школу при монастыре и рос способным ребенком, проявлявшим таланты в разных сферах деятельности – рисовании, иностранных языках, музыке. Но больше всего мальчик увлекался наукой. В 17 лет он поступил в университет, где занялся медициной, а еще ему нравились математические занятия. Посещая их, он увлекся геометрией и алгебраическими формулами. Тогда же он познакомился с научными трудами Коперника, что в дальнейшем повлияло на его жизнь. В период преподавания в университете он занимался научной деятельностью и сдал ряд своих трудов о движении, механика, в которых опроверг все тезисы Аристотеля. Также в 1609 году Галилео изобрел телескоп, с помощью которого ученые всего мира наблюдают за небесными телами. С помощью телескопа Галилео Галилей рассмотрел и Луну, на которой обнаружил большое количество кратеров и гор. И это подтвердило его мнение о том, что Земля не отличается от других планет по физическим показателям. Затем он открыл четыре спутника Юпитера, кольца Сатурна, сумел рассмотреть звезды Млечного Пути и даже Нептун. Обо всех своих открытиях он рассказал в Звездном Вестнике. Книга объемом в 32 страницы была издана в Венеции в марте 1610 года. С помощью телескопа ученый увидел и пятна на Солнце, о чем рассказал в работе «Письма о солнечных пятнах». Галилей утверждал, что это светило вращается вокруг своей оси, как и Земля. В механике и физике он установил и подтвердил много законов, которые в дальнейшем легли в основу современных наук. Законы падения и полета тела, инерции, принцип относительности и сформулировал расчет формулы колебания маятников. Выступил автором многих научных трактатов о числах. А еще Галилео много рассуждал о философии. Увы, его современники не могли в полной мере оценить стремление и открытие ученого. И только позже люди сумели по-новому взглянуть на умозаключение гениального мыслителя. Один человек. А сколько пользы принес? Профессор математики. Такие, как он, в отпуске не по морям ездят, а проводят дома научные эксперименты. Так чему вообще ведешь? Потому, что на каникулах мы забудем все, что прошли в школе. Иногда стоит решить хотя бы парочку примерчиков, тогда из нас тоже гениальной математики получится. А следующий анонс у нас лошадь, крокодил, гусь и еж. Все ясно. Будем повторять окружающий мир. А может быть это контактный зоопарк? Да ты что? Крокодила в него не пустят из соображений безопасности лошади, гуся и ежа. Знаешь, что отметаем? Лошадь, крокодил, гусь и еж. Да это вообще несочетаемые животные. Я имею в виду, между собой они не родня. Да и встретиться не могут. Слушай, может это герои новой басни? Время просвещаться и наша постоянная рубрика фразеологизмы. Кто забыл, это устойчивые выражения, которые имеют свое порой очень интересное значение. Например, фразеологизм «конь не валялся» означает, что к выполнению важной работы еще даже не приступали. Но при чем здесь конь и где он валяется? Объясняем. Весной перед началом пахоты крестьяне выпускали на поля лошадей, чтобы потом запрячь их в плуг и приступить к обработке земли. Но застоявшиеся за зиму животные, ощущая радость и вкус свободы, начинали валяться на земле. Почесывали бока, разминали мышцы, а крестьяне покорно ждали, пока лошадки нарезвятся. Считалось, что без этого ритуала работу в поле начинать нельзя. А выражение «лить крокодиловы слезы» означает неискренние слезы, лицемерное и притворное сожаление, лживое сострадание. А разве крокодилы плачут? Если да, то почему? Не думаю, что им птичку жалко. Оказывается, рептилии довольно часто роняют слезы, но не из-за сентиментальности, все дело в почках. Они у них недостаточно развиты. А для того, чтобы соли из организма выводились в нужном количестве, у крокодилов сформировались особые железы, которые расположены возле глаз. И когда железы включаются в работу, из глаз рептилий выделяется жидкость, не имеющая ничего общего со слезами. А что означает фразеологизм «как с гуся вода»? Думаю, он связан с уникальной особенностью гусей, да и других водоплавающих тоже – не мокнуть в воде. А все из-за копчиковой железы. Она выделяет особый секрет – это маслянистое вещество, которое пропитывает перья птиц и тем самым защищает их от намокания. А чтобы стать абсолютно сухим, гусю достаточно выйти из воды и оттряхнуться. А фразеологизм «как с гуся вода» используют в отношении человека, которому быстро все сходит с рук и без последствий, какие бы поступки он не совершал. Держать в ежовых рукавицах – еще один фразеологизм с интересным значением. Не волнуйтесь, с ежами все в порядке, никто из них рукавицы не шьет. А появилось это выражение еще в 18 веке. Когда в амбарах зерном заводились мыши и крысы, крестьянам на помощь приходили, нет, не коты, а ежи. Эти колючие хищники ловко справлялись с грызунами и даже змеями. Но чтобы ежик оказался в амбаре, его для начала нужно было поймать. Кстати, никогда не делайте это голыми руками, ведь помимо колючек ежи довольно больно кусаются. И чтобы руки не пострадали, и придумали специальные рукавицы из очень плотной ткани, что-то вроде современного брезента, в которых без труда и увечий можно было удержать своенравного и колючего помощника. А выражение «держать в ежовых рукавицах» означает держать все под строгим контролем. Итак, два сюжета мы посмотрели. А в третьем анонсе еще конь не валялся. Звучит он так. Один в толпе. Ну, может это африканец в толпе европейцев. У нас ему будет довольно одиноко и даже неловко. Кстати, в Африке люди с белым цветом кожи тоже экзотика. Но пальцем в них тычут только невоспитанные люди. У нас тоже. Скорее всего, сюжет будет о том, как относиться к тем, кто на нас не похож. Да я и так знаю, как и к остальным. Доброжелательно и с уважением. Люди разные. И это классно. Петь в хоре не люблю, но слушать обожаю. Особенно таких мастеров вокала. One Voice. Один голос. Так называется этот коллектив, в котором и правда множество голосов поют как один. Техника исполнения – акапелла. Музыка создается исключительно голосами без сопровождения музыкальных инструментов. А исполнение требует хорошей музыкальной слуховой памяти, точности интонирования и синхронизации голосовых партий. Из-за немаленького списка навыков попасть в One Voice непросто. Желающие проходят строгие отборочные испытания и даже получают профессиональное музыкальное образование. Коллектив юных певцов известен своими аранжировками. Они поют в разных музыкальных стилях, включая поп, рок, фольклор и другие. Все это звучит ярко и эмоционально. Просто юные жемчужины вокала собрались вместе и как итог мы слышим волшебное звучание. Это незабываемо. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok